Трям, здравствуйте! Про Икея в Стамбуле. Нас давно просили подписчики показать кровати Витвал. Мы с удовольствием их показали бы раньше, но в нашем дорогом и любимом Нижненовгороде их нет, собранных на выставке. По-моему, они даже до сих пор не появились. А вот в Турции они уже есть. Поэтому мы решили выделить это все дело в отдельный обзор. Ребят, смотрите до конца. Мы вам потом такое покажем. Покажем то, что Икея России говорит, что мы никогда это производить не будем. Витвал. Берем сначала двухъярустку. Ее двухъярусную кровать 1700 лир. Умножаем на 11,5, получаем российский ценник. Очень похоже на кровать Туфтинг. Здесь ее нет. А нет, она есть подальше. Так, значит, давайте сразу. Борт металлический полностью. Очень похоже на Сверту, но вместо сварки здесь скрепка. Дим, скажи, как мужчина, это надежнее, чем просто сварной шов? Это проще при сборке. Кому не лень подтягивать, я бы выбрал. Сварную лучше? Нет. Вот такую, да? То есть подтянуть, потому что сварной шов если развалился, все, надо варить. Нет, а шварной шов, он неэстетически красив. У него такой вот как это. Вот эти слезы, блядь, в виде капель. Дима, тебе ютуб не забанит? А, так, ткань. Обтянута все ткань. Да. Какое слово? Блин, но матом. А, ну мне же тоже паспорт дали. Значит, смотрите. А здесь у нас, замерни, речное дно. В металлической планке, как в кармашках, вставлено речное дно. Спальное место 90 на 2. Кровать, я считаю, удобная в плане посмотреть ребенка, но постель заправить без приступка не получится. Просто бэковым стремянку, да. Но, по крайней мере, вот если так, ребенка видно не так высоко. Теперь давайте про низ. Так, я метр семьдесят. Ребята, сидеть невозможно. Даже в миндал сидеть я могу. А здесь, смотрите, вот. Ну, вроде ровно сижу, да? Вот сколько мне не хватает. Вот сколько мне не хватает. У нее не позиционируют чисто детскую? Хорошо, детей, у старшего ребенка 11 лет. Ну, согласен. В конструкции только дядя могут быть. Да, она мощная, но сидеть на ней вот. Только полежать. Посидеть можно только можно. Да, 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 да. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну, вообще, вот так. Нареканий нет. Ну, часть, соответственно, холодная. Это стандартно. Проклейка ступенек, чтобы никто не улетел. Смотрите, вот эта вот часть тоже тканевая. И это очень сильно спасет ваши обои со временем. Потому что, если вот этой штуки нет, вот этой... Ну, короче... Окантовки, да. То есть все это трется. Будут отрываться или засаливаться. Мы это прошли уже. Но, смотри, изголовья не сильно высокая, да? Достаточно для подушки, чтобы она не съехала. Ну, вот я бы вот такое сделала. Кстати, подушку прицепили, чтобы не сперли что-то. Так, и давай смотреть чердак. Так, в чердаке у нас сразу... А, нет, это отдельно. Витвал за 350 лир. Получается, масса таблиси. Это, наверное, вот эта вот часть. Так, значит, сам чердак стоит 1400 лир, считайте. Вот один в один такая же, только очень высокая. И заправить кровать, либо посмотреть ребенка, уже стремянки бэквы может не хватить. Пожалуйста, сами, да. Нижняя часть свободна. Лестница выходит, прилично выходит. Как-то странно стоит. То ли собрана неправильно, но лестница гуляет. Значит, как-то что-то не соблюли. Либо полы прыгают. Металлическая полностью. То есть зайти сюда не получится уже. Но можно поставить, например, диван какой-то. Либо вот как здесь... А, кстати, сюда коллакс вставим. Кстати, да. И между вполне хватит. Коллак 147. Вполне небольшой стеллаж, потому что за лестницей вы все равно ничего не сделаете. А здесь можно и коллакс поставить, и небольшой диванчик. Да, удобно. И дополнительно... У тебя уже было. И дополнительно, наподобие с Кодисо панели... Дима стал ужасно болтливый. Когда в семье кто-то один болтливый, два болтливых уже тяжело. Значит, за 350 лир вот такой вот железный. Я и по деревяшным столе. Ты известна. Ну, в принципе, неплохая кровать. 1300. Так, ну-ка, сверту сравним. А, она подешевле сверты на 200 лир. То есть на 2000 она дешевле сверты. А по сверте вы знаете, мы уже делали обзоры, про что Дима говорит слезы. Вот это они. Дим, покажи, пожалуйста. Слезы в каждой детали. Друзья, кто уже брал Витвал? Как вам? Потому что, знаешь, что в Москве она уже продается. Клиентка просила снять обзор, по-моему, в марте, да? Где-то с марта тебе мозг выклевываю. На тему этой кровати нужно ее съездить, найти и снять. Поэтому комментарии, кто использовал, насколько удобно. Скрипит, не скрипит. Пока оценить не можем. Вроде бы такая плотная. Кстати, высота ящика под кроватом 18 сантиметров. Ну вот, устойчивая. А? А, кстати, а мы сверту никогда вам не обозревали, потому что ее нет в нижнем. Кровать-чердак сверта. Можно дополнить столом, тумбой. Кто-то так громко кричит. Вот такая полная комплектация, почти 3500 лир. Здесь, кстати, есть комплектация шкаф. Он вот здесь. Ой, как... Как... Почему стул можно убрать? Как в России по этому столу страдают... Вот мне очень интересно, почему все, что в России написано, заявлено, как вышедший из ассортимента, в Турции есть. Остатки расплодают. Да-да-да-да-да-да-да. Прям верю-верю. Дальше. У сверта, Дим, дно. Хорошее полноценное дно. Видно? Ты видишь, да, что здесь? Здесь не ламели, которые выпадают. Здесь каждая доска вкручена, соединена, она никуда не убежит. Сверта все-таки добротная вещь. Клиенты, кто брали, довольны очень. Но ценник, ну, нифига не бюджетный ценник у сверта. Я вот сижу, то есть здесь дополнительно, кстати, в эту комплектацию включен стол. Ну, кроме, да, вот панели с кодиц, кресла, контейнеров, трофаст. Для ребенка, ну, вещи, я бы сказала, хранить неудобно будет. Как стеллаж под книги, под все, какое барахло можно. Но, вот смотрите, вот я метр семьдесят. Дочка 11-летняя тоже метр семьдесят. То есть мне, чтобы вылезти, нужно выныривать отсюда. Есть риск вот об эту часть убиться. У кого уже есть кровать из свертового ассортимента, пишите, как они вам, что. А теперь я вам сейчас покажу шок. Такого вы не видели. Шок, контент. Голых поп не будет, скажу сразу. Ребят, пакс. Я спрятала. Пакс. Угадайте, что внутри. Ну, раз мы говорим про кровать, она внутри и будет. Если смогу найти, найду. Когда задавали вопрос группе, модераторам Икея России, когда будет такое, сказали, никогда Икея не будет производить такую мебель. Пожалуйста. Отдельно, если не брать в расчет пакс, вот эта конструкция с газовым лифтом. С газовым упором. Как можно сделать? 800 рублей. Матрас отдельно. Ребят, одной рукой. Не прилагай никаких усилий. Съемная квартира. Общежитие. И вообще, где мало места. Вообще, где мало места. Вам не надо маяться, спать на неудобном диване. Вы можете сделать себе полноценную кровать. Наверх кладется постель. Все. Еще раз показать? Лифты покажешь? Я разложу, а Дима лифт покажет. Я в восторге, честно. Давай разложу, я покажу потом лифт. Я в шоке от того, как она идет. Покажи лифты. Ну, не лифт, это газовый упор. Ну, убором. От багажника. Вот и все. Не такой пик. Я не понимаю, почему нельзя это сделать у нас. Вот это все, это все. Мы делали обзор на кровати, там тоже какая-то свитка. Не так она поднималась? Маленькая? Да, да, да. А теперь все дружно вспомнили, как я двумя руками пыталась тягать малю. Хотя я вполне крепкий человек. Не качок, конечно. Но я с Димой машину по 2-3 тонны гружу спокойно. И почему малю не поднимается, а это я одним пальцем поднимаю. Вот так, ребята. Ну что, дорогие мои, как вам кроватка? Как вам газовые упоры? Как вам то, что не может быть в России? И обидно, и неприятно. Но почему? Мы реально как какая-то страна пятого мира, да? Ну, вот добавлю, я боюсь писать другую европейскую идти и увидеть еще что-то. И разочароваться в своей общей. От Турции и России что-то более интересное. У меня вот это больше чем печально. Если это я уезжаю. Позже мы увидим. Жду ваших комментариев. Как вам? Что вам? Кто пользуется? Может быть, мы что-то упустили в России? Это уже есть, а мы зря? Ну, и на всякий случай. Вдруг вот за ту неделю, пока мы отсутствуем, появилась. Специально привезли. И идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!